То, что происходит сейчас на границе между Российской Федерацией, страной-агрессоркой, и Украиной, это попытка прорыва границы со стороны Харьковской области. Ну и, как сообщает нам Reuters, россияне хотят создать такую себе 10-километровую буферную зону в Харьковской области. Что-то подобное, да, об этом говорил и санитарной зоной, называл эти территории потенциально военный преступник Путин. Сейчас говорят, что если не удалось зайти слишком глубоко за первые 12 часов, то это означает, что дальнейшего успеха как такового не будет. Ну вот они смогли прорваться где-то на 5 километров. Что бы что, все это происходит. Что же Путин гипотетически делал бы с Харьковом и Харьковской областью, если бы ему действительно удалось туда продвинуться? Я все-таки думаю, что это лишь одна из версий, что она, так сказать, опирается на слова Путина. Он не раз об этом говорил, о какой-то там санитарной зоне. Мне кажется, планы там более обширные. Как и раньше говорил, кстати, президент Зеленский говорил, об этом говорил военно-командование ЗСУ, о том, что наступление на Харьков возможно и, скорее всего, прогнозируется. Для этого были достаточные разведданные. Об этом говорилось в течение последних минимум двух месяцев. Причем эта операция готовилась в контексте общего сложного положения, в котором оказался Киев в связи с задержкой военной помощи, которая, тем не менее, все-таки была одобрена Конгрессом США, Палаты представителей, это как-то, может, планы несколько изменило Москвы, но, тем не менее, смотрите, они не отказались от того, чтобы попытаться с территории Российской Федерации, я хочу подчеркнуть, зайти на территорию Украины именно в Харьковском праве, но через Вовчанск. Вот это Вовчанское право. Почему это произошло? С моей личной точки зрения имели место переговоры, тайные конфиденциальные переговоры между Вашингтоном и Москвой, относительно возможностей крупных публичных переговоров между Киевом и Москвой, ну, при известных посредниках, о достижении каких-то договоренностей. Ну, разные источники свидетельствуют о том, что какие-то консультации были. И они эти консультации, в том числе, предполагают, что никаких крупных операций в Москве не предпринят. Ну, потому что очевидно, и наступление на Харьков или попытка взятия Харькова, там, от границы, ну, фактически от места, куда дошли сейчас российские войска, ну, действительно так глубоко, 5 километров, 4 села, вроде говорят, один поселок, 30 километров до Харькова. Ну, очевидно же, что, да, это расстояние небольшое, Россия может швырнуть еще туда какие-то части. Вот, учитывая, что в Белгородской области это что-то около 40-50 тысяч, это явно недостаточно для такого крупномасштабного наступления с целью взятия Харькова. Вы же знаете, там переговоры, по-видимому, консультации тайные эти провалились. Потому что они предполагали, ну, как бы, помимо того, что Москва ни в коем случае не полезет в Харьков, ну, это чревато огромным количеством смертей, это вообще непредсказуемые последствия. Сам Макрон, между прочим, сказал о том, что ограниченный контингент какой-то французских сил будет введен при двух условиях. При просьбе Киева к официальному обращению, но все-таки это действительно должно быть, потому что на территорию страны приглашаются иностранные войска официально. А второе, это если будет прорвана линия фронта. Вот можно ли считать, что заход с территории Российской Федерации значительных сил на территорию Украины уже в районе Харьковской области, вот на правлении Латчанском, считается таким прорывом? И да, и нет, потому что, казалось бы, ну, это государственная граница. Можно ли ее считать воюющей государственной линией фронта? Ну да, можно. А остановится ли это наступление? Пока нет ответа. Пока нет ответа. Потому что, ну, давайте так говорить, ну, что такое санитарная зона в 10 градусов? Это что? Чтобы туда не было рейдов РДК, ну, во-первых, провалиться на маленьком кусочке, но они слева и справа могут точно так же заходить. Сказать, через Брянскую область, не обязательно через Белгородскую. Я напомню, что это от Шибекина идет. Шибекина это несчастная, которая там и обстрелится. А потом, вот мне интересно, а это предполагает санитарная зона, что территория приграничная Российская Федерация, вот Белгородская область и ее район, не будет обстреливаться территорией Украины. Так она будет обстреливаться 10 километров. Снаряд перелетает. Понимаете? Снаряд летает на несколько десятков километров. Это какая-то, вот знаете, замануха. Вот тема про, значит, санитарную зону как-то выглядит не очень убедительно. Мне кажется, они не оставили планов действительно захватить Харьков. Не оставили планов. И я думаю, что Киев, официальное командование, руководство спецслужб украинских об этом знает. Другой вопрос, что все же, все же ситуация несколько изменилась в связи с выделением военной помощи. Понятно, что она сейчас интенсивно поступает из складов военных, американских складов в Европе, например, из Германии. Видимо, какие-то хабы есть в Польше. Вот об этом не сообщается, но основные склады туда переводятся, чтобы можно было подтягивать с коротким плечом к линии фронта снаряды, другие средства и так далее. То есть это может помешать планам Москвы по полномасштабному, крупномасштабному наступлению на Харьков. Понимаете? Поэтому мне все-таки кажется, что наряду с тем, что я допускаю, что под предлогом какой-то там санитарной зоны объяснение тем же американцам, а вот мы ничего сделать не можем, мы вот ездили, просили, чтобы нашим оружием не обстреливали, и НПЗ не обстреливали, вот что делал Салливан в Киеве. А раз не договорились вот с Киевом о таких вещах, ну тогда мы вот санитарную зону собираем. Вот так как-то это вот выглядит. Хотя на самом деле, как будто бы Москва не хочет захватить Харьков. Ну как будто ей только санитарная зона нужна. Ну это же смешно. Ну и Харьков тоже, конечно. Ну конечно, и Харьков тоже. Тогда какой смысл от санитарной зоны, если они идут на Харьков, понимаете? Поэтому это, мне кажется, версия такая для американцев. Ну и публичная версия, чтобы не выглядела слишком страшно, потому что Харьков крупный город, понимаете? То есть представить его захват или эвакуацию там не мере. Как раз американцы в это и не верят, да? Они говорят, что там будут локальные успехи, но что россияне не смогут прорваться слишком далеко. Это как раз американские аналитики утверждают. Ну я с этим скорее соглашусь. Опять же, все зависит от того, понимаете, какие далеко идущие планы у Москвы. Вот сейчас этот выступ появился в 5 километров. Он не такой большой. В принципе, он может быть вполне ликвидирован силами и средствами, которыми Украина располагает. Ну да, придется усилить, что-то перебросить туда и так далее. Это очевидно. Но, так сказать, огромное количество будет погибших, ну прежде всего со стороны наступающих. Почему Москва готова заплатить эту цену? Я нахожу объяснение только то, что это действительно такая попытка сначала проверить оборонительные позиции Украины на этих участках, а потом, собственно говоря, все-таки какой-то прорыв осуществить. Может быть, с нескольких направлений в сторону Харькова. Значительно группировка собрана на Купянском направлении, и они не отказались от возможности пересечь реку и подняться туда. На возвышенности Купинска я там был, оттуда смотрел. Ну, действительно, я не представляю, как-то оползти. Ну, наверное, можно. Можно потратить и израсходовать значительный личный состав. Может, захватить-то можно. Спору нет. Но это всегда чревато. И раз Москва на такое идет, значит, во-первых, все эти консультации ничего не дали. То есть они не привели никаким внятным договоренностям, которые бы способствовали бы начал больших публичных переговоров. Ну, готовность того же Киева, так сказать, пойти на определенных условиях в такие переговоры, ну, в каком-то формате, понятно, так сказать, прозрачном, который не будет предполагать никакой капитуляции от страны Киева. Отдача территорий просто бессмысленной, денсификация, демилитаризация. Я думаю, что не удалось это. Вот договоренности не состоялись, и Москва решила показать, продемонстрировать, что, ну, если надо, то мы и швырнем туда значительные силы. То есть с нас станется. Понимаете? Поэтому я считаю, что вообще как-то авантюрно выглядит вот эта попытка прорыва. Выглядит авантюрно. Может, мы что-то не понимаем. Потому что, понимаете, как, они часов яр пока еще не взяли. Ну, то есть они, да, очень близко, там, сотни метров до города, там, позиции близко. Они на Авдейском управлении, там получше идут дела, они двигаются к Курахову и, значит, по Кровскому. И затевать еще со стороны России вот это, на этом участке, такую большую, получается, операцию. Есть предположить, что Харьков является целью. Но это распаление сил очень значительно. Вот что я хочу сказать. Хотя, еще раз повторяю, мы до конца не понимаем, что они хотят. Такое ощущение, что они что-то готовили, готовили. Ситуация изменилась в уделении помощи. Они рассчитывают, что ее не будет со стороны американцев. Ну, как-то она дотянется до ноября. До ноября, там, чего только не будет. А когда все-таки помощь поступила, и она идет в Украину и так далее, то, знаете, отказаться уже от этих планов не могут, но их как-то скромнее решили реализовать. Скромнее. Продолжение следует...